Теперь мы в Адлире на пляже, расстелились с Михаилом Чемо-Солнышком. А я тут под зонтиком заняла тенечек, вот наши сумки, рюкзак, самолет. И у нас, так, сейчас 14.32, у нас в 19.10 поезд, так что у нас еще целый день купальня на пляже. И мы этому рады. Мы ехали на автобусе, обратно на поезде не было из Нового Афона, поэтому мы пешком проходили границу. Ну, прошли нормально, минут за 20-15, доехали до вокзала, купили воды себе попить. Так, Гуля, ну-ка, выходит по коврику. Михалыч хочет что-то загорать, я уже загорать не хочу, только купаться буду. Сейчас ласты я буду и буду с ластами плавать. Одно удовольствие с ластами. Вообще не тонешь. Чуть-чуть вот так движение ног, вот так чуть-чуть, и все, и ты плывешь и держишься на плаву отлично. Даже руками можно не работать. Здорово, вот Михалыч идет. Мы сидим на набережной, ветерок дует, и ждем поезда. Накупались, назагорались, сходили в хинкальную, покушали хинкали, там, где я обычно кушаю их. Михалыч понравились. Здесь море вот такое уже стало мощное, волны большие, свет поменял. И будем встречать закат. Михалыч с собой ни телефон, ни электронную книгу не брал, он отдыхает. Мы такие счастливые, загорелые. Едем домой бетонировать площадку. Да, Михалыч? Хорошо. Ты полон сил теперь? У-у-у. Как начнем? Нас не остановишь. У-у-у. У-у-у. Да-да-да. У-у-у. Продолжение следует... 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 какой-то алкаш у них наверху. То, говорит, ел, то пил. Наверху, в смысле, на верхней полке над ним. То, говорит, вздыхал тяжело, то ходил куда-то. В общем, не дал спать. А я посмотрела, что у него закрыто все время купе. Два раза или три выходило. Если было бы открыто купе, я бы увидела, что он не спит. И себе бы забрала в свое купе. Ну, получилось так, что все время купе закрыто было. Не будешь же ломиться туда. Люди спят. Вот. И в итоге мы с ним поспали вот около часа. Где-то домой приехали. А, сначала на такси поехали. С вокзала до витаминкомбината. На витамине у нас стояла машина. На стоянке. Мы машину забрали, доехали домой. Я стирку поставила дома. Пока эти сумки все разобрала. И Михалыч говорит, а приехали где-то полшестого. Он говорит, что ложиться спать? Нет, днем типа поспим. Да это то все. Я говорю, я нет, я спать ложусь. И все, легла спать. И вот в это время сейчас восемь. Харис Ивана уже пришла тут. Открыла кеплицу. Вот. Так что уже утро. Ну, состояние такое, не стояние. Но, думаю, надо вставать уже. Спать тоже долго не надо. И будем делать дела. А в подарок ей Эми Султан. Взяли такие восточные сладости. Хороший такой турецкий магазин там был. И вот. Такую взяли коробку. Это Рысь Ивановна. Ой, сейчас увидела. Она тут поливала плумбу. Хотя и не говорила поливать. Молодец, Раиса Ивановна. Да, земля вон мокрая. И пока мы спали, она уже курочкам, уточкам воду уже поменяла. Да, она уже в новой воде тут плавает. Ну что, девчонки? Соскучились? Соскучились? Красавицы мои. Так что все в порядке. У нас есть на кого оставить хозяйство наше. Человек очень добросовестный. Было спокойно за всех. Машу с Вовой загружать не стали. Потому что надо утром теплицу открыть, вечером закрыть. А утром не рано открывать. А вот, когда солнышко уже встает. А Вова уже в это время на работе. Поэтому Раиса Ивановна с удовольствием осталась с курочками и с нашим хозяйством. На завтрак сварила пельмени, потому что у нас шаром покатит дома, ничего нет. Ни хлеба, ни молока, ни масла сливочного, ни какой-нибудь колбаски или мяска. Такого. Вот поэтому. Благо, что пельмени были. Сейчас позавтракаем, поедем. Там на Валберис надо заехать. Михалыч тоже посылка пришла. Так что начнется у нас будний режим. Я, кстати, компьютер еще не включала. Некогда было. Уже вторую стирку завела. У Раисы Ивановны просидела минут сорок, наверное. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Друг друга не переслушаем. Да больше, наверное, просидела. Михалыч просточенок к чаю. А я говорю, ничего нету, просто чай. А потом вспомнила нажить. Конфетки остались с турецкого магазина. Фундук. Вот он, видите, белый и черный. Покажу вам. Давайте. Очень-очень вкусный. 150 рублей 100 грамм. Вот такие цены были. И вот такие круассанчики еще остались. Вишневая начинка. Шоколадно-вишневой. Ну, сейчас чай попьем. Так что не все так плохо у нас. Ох, Раиса Ивановна. Сейчас сидим и кушаем. Она несет яйца. То, что она собирала. Я ей говорила, собираете яйца. Это все ваши. Говорю, забираете. Несет мне. Три десятка. И говорит, все, забирай. Нет, говорю, сейчас драться будем. Михалыч говорит, вилку возьми. Я, говорит, этих мелких себе взяла. Восемь штук, что ли, она сказала. Не, не, не. Говорю, забирайте. Забирайте. Она ни в какую. Кое-как. Сплавила ей яйца. Вот человека. Собирала, все убирала. Всю воду наливала. Еще и яйца брать не хочет. Вон, как без меня зацвели. Видите, сентябринки. Потому что Раиса Ивановна поливала. Молодец. Конфеты немного смялись. Подтаяли. Видите, как. Ну, конечно, можно пляжи были. С сумками. И вот, видите, немножко помялись. Ну, ничего. Пойдет. С чаем. Зря я, наверное, сорвала вот эти зеленые плоды. Ну, на лимоны, похоже, больше, да, недоспевшие. У них, видите, одни косточки. И лимонам пока еще, ну, что-то отдаленное, знаете, больше на огурец похоже. Но решили все равно заварить. Вот я черный чай заварила. Сейчас покидаю. И попробую на вкус. Что это потом получится у нас. Ну, такие плодики. Да, в ноябре, наверное, они уже будут спелые. Может быть, в октябре. Косточек очень много. Удивительно. Так, съездили мы. Ой, ё-моё. Слышу прям плюх такой. Утка как нырнула в ванночку. Вон она. А вам не видно, да? Прям звук такой. Так, покажу, что мы купили. Съездили в магазин. Смотрите, лимон. Размером с капусту. Мелкую капусту продают. Крупнее нету. Ну, в пятерку заезжали. Так, хлеб взяли. Серый. Капусту. Лимон. Сметана. Простоквашина. Вот такой сыр не брали. Свежий ряд. Костромской сыр. Кто у нас из Костромы? Давайте, рассказывайте. Что за сыр? Стоит его брать, не стоит? Ну, первый раз взяли. Так. Дальше вот такую тушенку взяли. Потому что мне сегодня некогда будет готовить. Были только гнутые банки. Ну, немножко примятые. Две штуки. Свинину не стала брать. А именно говядину взяла. Так. Дальше. Мороженое. Ванильный пломбир. Огурцы. Два вот таких молока. Это ультрапастеризованные для кофе. Для кофемашины. Печенье. Морозовое. Какое-то тоже новое, земляничное. Может быть, оно как в детстве, да, советское. Творог вот такой. И вот такие творожные маски. Обычно мы разбавляем один к одному. Творог и едим. И творожную массу. И вот молоко кубанское буренка. На каше. Еще на что-нибудь. Просто попить. Ну, все. Такой у нас запас. А выгрузила все. Думаю, никакой колбаски, ни мяса, ничего, ни сало не взяла. Забыла. Тушенку взяла. Буду сегодня, наверное, рассольник готовить. Быстро-быстро. Тушенку. Булатка. Булатка. Поп-поп-поп. Булатка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Доска 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 а какую длинную есть другие пилы вот здесь бачок с маслом который сама смазывается нам приходится постоянно смазывать до смазывать руками это неудобно и неудобно здесь всего один винтик она до 2 и тут нет натяжения фактически это получается просто притяну руками натянул и затянул ну ладно следующий хороший купишь да конечно смотрим как хорошо пили чего в рукопашном учиться в этом году тебе энергетики отпуск прям отпуск устраивают энергетики тебе отпуск устраивает в этом году вот они одни обо мне заботятся не дает тебе работать да все специально да открыли тушенку говядина и я смотрю прям мясо кусок да то есть не соя не какая-то прямо вот видите хороший жирный кусок мяса я варю сегодня небольшую кастрюлю да слушайте так запланируешь сегодня хотели бетонировать как и договорились что приедем с нового афона и сразу будем метонировать она видите как получается не все получается как мы планируем пока еще жидковатый ну перловка настоится в берет себя воду и будет погуще тогда все сейчас зелени еще добавлю сюда лаврушечку и у меня рассольник готов заканчиваешь я закончила время пол третьего мы только обедать собрались у меня рассольник вот такой красивый красивущий а пахнет как вкусно и салат серый хлеб но приятного аппетита кто с нами будет обедать как мне нравится что у меня начинает зацветать моя клумба пришло время мультифлоры осенней которая долго долго потом цветет до самых холодов пчелки летают петуни у меня прям разошлась хорошо цветет и вот смотрите мультифлора тоже отсадила она мне тесно росла друг друга забивали пересадила отливала ее и вот она начала тоже цвести ой на камеру она какая-то некрасивая то ли потому что солнце на нее светит так ярко из окна глянула так хорошо все смотрится аж камеру пошла взяла поснимать вам здесь тоже уже цвет набрали мультифлорки скоро будет все цвести вот это особенно такая пушистенькая как золотой шар будет желтым цвести а вон там мультифлора у меня почему-то в этом году ей уже третий год она вся видите как раскинулась разложилась на прямо на сосвете или как сказать на веточки отдельные видимо надо пересадить просто на следующий год рассадить и будет покомпактней розы еще цветет вот она машет своим веточками ожила пиларгония тоже все лето сидела жарко и было хотя она в тенечке тут под виноградом не сейчас только зацвела это питунька уже все приказала долго жить вот тоже начали отходить цветы так что осень пришла начинает цвести все сейчас полила все ряд еще подсеяла салат она пчанин такой цветной салат полила все и оборвала когда стала обрывать листья у этого у этих огурцов двух кустов обнаружила тут огурцы а сегодня утром то я с просонок было снимала с утра ходила свою теплицу я не увидела даже из-за больных листьев огурчиков нам свет дали в четвертом часу дня там заливать ними не два часа скорее всего часа четыре будем и мы что-то так подумали что нет лучше завтра с утра начнем во первых мы с дороги еще не выспались такое ну квелое состояние поэтому лучше завтра и начнем работать на сегодня видео свое заканчиво всем пока пока до новых встреч ваша аленка и михалыч